Видеообращение к мэру города Москвы Сергею Семеновичу Собянину от москвича Филиппа Дмитриевича Романова, дата рождения 27 апреля 1997 года, первооткрывателя переменных звезд, сверхновых звезд, новых звезд, кандидатов в планетарные туманности, астономических транзиентов и возможных двойных звезд, автора и соавтора научных статей по астрономии, опубликованных в том числе и в рецензируемых научных журналах, участника со своими докладами международных конференций по астрономии, в том числе в августе 2022 года Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза. Сергей Семенович Собянин, обращается к вам Романов Пилипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд и других астрономических объектов, участник международных конференций по астрономии с собственными докладами на тему астрономии. Я являюсь собственником комнаты номер 2 в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 в городе Москве по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. Сейчас я временно нахожусь на своей малой родине, в поселке Южноморской Приморского края, в жилье моих пожилых родственников. Из-за того, что я, моя мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся уже более пяти с половиной лет, попав в беду в коммунальной квартире в Москве, где находится наше единственное жилье. Из-за того, что собственница, жильцы и гости комнаты номер 1 в вышеуказанной коммунальной квартире создали нам невыносимые условия жизни. И мы, несмотря на то, что своевременно обращались к должностным лицам города Москвы с просьбой о помощи, были вынуждены убежать и покинуть эту коммунальную квартиру, спасаясь в январе 2017 года. Вышеуказанные граждане создали и препятствия продажи моей данной комнаты, в результате чего я лишен возможности продать эту комнату, чтобы купить взамен мне и маме иное жилье, в котором мы могли бы безопасно и безопасно жить. Я и мама голосуем в проекте «Активный гражданин». Но мы, вынужденно скитаясь вдали от Москвы, уже много лет, лишены возможности воспользоваться результатами этих голосований, воспользоваться московским хорошим здравоохранением, хорошим московским образованием, пользоваться обновленными парками, прогулочными зонами, набережными, общественными пространствами. Мы никогда не видели, например, канатную дорогу или северный речной вокзал, не пользовались новыми станциями метро, никогда не были, например, на МЦД. Согласно информации на официальном сайте МОСУ, Москва постоянно развивается и улучшается. Москва в движении. Но в нашей тяжелейшей жизненной ситуации застой. И мы лишены возможности развиваться, трудоустроиться, обучаться. Из-за чиновников города Москвы в том числе я был лишен возможности проголосовать во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. Вряд ли мои прадеды, ветераны Великой Отечественной и Советско-Японской войн, служившие Родине, предполагали, что я и моя мама, их потомки, будем вынуждены скитаться, попав в беду в столице нашей Родины, Москве. Повторюсь, что я, мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся уже более пяти с половиной лет. А на днях москвичи и гости столицы отпраздновали 875-летие города, где в том числе, по информации СМИ, было заявлено проведение фестиваля «Город неравнодушных», где в том числе принимали участие НКО, которые получают гранты для помощи бездомным животным и для помощи людям в трудной жизненной ситуации. Но нам никто не помог. Ни НКО, ни должностные лица города Москвы, к которым мы обращались с нашими письменными заявлениями, в том числе к вам, Сергей Семенович Собянин, и мы обращались в рамках телепередачи «Диалог с мэром», но ни одно из наших обращений не было озвучено в телеэфире. Сергей Семенович Собянин, если Москва действительно добрый город и город неравнодушных, пожалуйста, помогите мне и моей маме в нашей тяжелейшей жизненной ситуации. Например, распорядитесь, чтобы должностные лица города Москвы выкупили мою комнату в коммунальной квартире, например, из бюджета города или резервного фонда. Потому что именно должностные лица города Москвы не устранили препятствия для безопасного проживания меня и мамы в нашем единственном жилье. Тогда взамен я смог бы приобрести для меня, моей мамы, нашей старой кошке иное жилье, где мы могли бы безопасно, беспрепятственно жить, где я смог бы подготовиться для поступления в университетное обучение на астронома и где я смог бы продолжать вносить свой вклад в науку, вносить пользу обществу своими астрономическими наблюдениями и моими астрономическими открытиями. Сергей Семенович Собянин. Судя по информации в СМИ, в Москве функционирует парк аттракционов «Остров мечты», который я и мама тоже никогда не видели. А несколько дней назад было открыто колесо обозрения солнца Москвы. Может быть, в Москве найдутся средства для помощи мне и маме в тяжелейшей жизненной ситуации, а именно для выкупа моей комнаты номер 2 двухкомнатной коммунальной квартиры номер 210 по адресу улица Кошкина номер 19 корпус 1. На территории придомовой данного многоквартирного дома я наблюдал и фотографировал свой телескоп 9 мая 2016 года прохождение Меркурия по диску солнца, а также показывал заинтересованным москвичам данное астрономическое явление популяризируя астрономию в Москве. Также мой фотоколлаж в котором имеется и фотография Меркурия на фоне солнца был почетно упомянут в международном конкурсе астрофотографии Астрокамера 2020. К сожалению, все мое астрономическое оборудование в том числе и вышеуказанный мой телескоп который наша маленькая семья с трудом приобрела остались в моей комнате двухкомнатной коммунальной квартире куда я лишился возможности безопасного беспрепятственного доступа. Пожалуйста, Сергей Семенович Собянин помогите мне и моей маме в нашей тяжелейшей жизненной ситуации чтобы она благополучно разрешилась. Существовать в скитаниях более пяти с половиной лет невыносимо страдая, голодая и терпя лишения имея хронические заболевания нам очень нужна помощь. Пожалуйста, помогите нам.